добрый день в декабре двадцатого года деловую визу в россию может получить только очень ограниченный круг граждан из всего 13 стран это великобритания швейцария арабские эмираты египет япония куба значит мальдивские и сейшевские острова и сербия причем получение вот этой вот российской визы не гарантирует пересечения границы так как российская граница с марта фактически закрыта на въезд и частично открыто на выезд иностранцев для тех стран которые свои граждан обратно принимают очень сложно пересечь российскую границу даже имея визу более менее нормально въезжают иностранцы с частными визами то есть если у вас в россии родственники вы можете получить частную визу вот с этой визы вы более-менее нормально пересекаете границу а иностранцы с остальными визами въезжают с очень большими сложностями это многочасовые беседы с сотрудниками пограничной службы этой деловые визы и рабочие и даже визы технических специалистов хотя их вот стали ставить со второй половины двадцатого года тем не менее они все равно достаточно сложные для въезда в страну и более-менее нормально могут ехать люди которых в россии есть вид на жительство либо разрешение на временное проживание поэтому те иностранцы которые имеют с россией такие устойчивые длительные связи они действительно все постарались во второй половине года подать документы на вид на жительство либо на разрешение на временное проживание вот с этими документами как раз въехать можно нормально это надо знать если вы собираетесь в россию значит ожидается упрощение значит вот этих строгостей на границе ожидали с января но по всей видимости это будет только с марта потому что правительство российской федерации значит выпустил очередное постановление и продлила продление для тех иностранных граждан продлить можно документы кто въехал и не смог уехать продляли два или три раза вот сейчас продлили до марта это все надо иметь ввиду если вы собираетесь ехать в россию по какой-то насущной необходимости